Чтобы остановить эпидемию, считают специалисты, необходимо привить не менее 60% населения. В Тверской области темпы вакцинации растут. Открываются новые пункты, к работе подключаются мобильные прививочные бригады. Благодаря этому спутник В пришел даже в самые отдаленные районы Тверской области. Особенно активно идут прививаться граждане старшего возраста. Среди них наиболее высокий процент доверия вакцине. Чтобы развеять все существующие фейки и стереотипы, тверские медики рассказали о принципе работы препарата спутник В и преимуществах. Мнение выслушала Валерия Королева. Кто, как не врачи, работающие в реанимации инфекционного госпиталя, знают, насколько тяжело может протекать коронавирус, как упорно идет борьба за каждого такого пациента. А потому недоумевают, откуда вокруг вакцинации появляется столько фейков. Ведь именно она способна остановить темп распространения инфекции. К тому же сами врачи привились первыми еще в рамках эксперимента. И уже опираясь на личный опыт, могут дать оценку эффективности. Вакцина – это та необходимая мера. И пока мы не сформируем вот эту иммунную прослойку защищенных людей, нагрузка, эпидемия, она не остановится. Эпидемии, они не проходят за месяц, за два, за три. Это вопрос какого-то времени. Поэтому я вот всех призываю к вакцинации. Я как человек, ну, первый привившийся, скажу, что это абсолютно безопасно. На сегодняшний день в России существует три вакцины. Но в широком обороте пока спутник ВИИ. Он состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В основе лежит аденовирусный вектор. А потому, вопреки фейкам, вызвать само заболевание и заражение окружающих препарат не может. Аденовирус, который лишен возможности размножаться. Аденовирус, к сожалению, достаточно распространенная инфекция. И многие люди ими болели до этого. И может быть иммунный ответ именно к данному штамму аденовируса, который используется. Именно для того, чтобы снизить этот риск. И чтобы в любом случае, даже если у человека есть иммунный иммунитет к данному вирусу, и вакцинация была эффективна, необходима двукратная вакцинация. Потому что вторая прививка содержит другой штамм, другую разновидность этого данного вируса, которому, скорее всего, иммунного ответа у пациента нет. Уже через 42 дня после первого укола можно говорить о формировании иммунитета. Что касается побочки, которой все так боятся, то, согласно исследованиям, ни одного смертельного случая после введения спутника не зарегистрировано. Гриппоподобный синдром и слабость, реже рвота и тошнота – это весь список неудобств, что может доставить прививка. А принцип работы вакцины довольно прост. Создаются клетки памяти, которые постоянно циркулируют в организме. И при повторном встрече с антигеном, с инфекционным агентом, они очень быстро запускают эту иммунную реакцию. И антитела, которые были, допустим, на низком уровне, очень быстро восстанавливают свой титр. Более того, вакцина стимулирует не только специфический иммунитет, но и не специфический. Она запустит выработку интерферона, который будет подавлять размножение респираторных вирусов в верхних дыхательных путях. На сегодняшний день как эксперты в области фармакологии, так и врачи-клиницисты видят в прививке от коронавируса только положительные моменты. А потому призывают не верить фейкам, а верить живым примерам своих привитых соотечественников и идти вакцинироваться. Записаться на укол спутника можно по номеру 122 через портал госуслуги или электронную регистратуру. На сегодняшний день в регионе функционирует 38 прививочных пунктов.